Я сделал странный силуэт над головой. Дьявол! Что же там? Хотелось поскорей сойти на берег и спрятаться в каком-нибудь укромном месте, чтобы не находиться на открытом пространстве и не стать легкой добычей. Вдруг мое весло на что-то наткнулось, и, взглянув вниз на воду, я увидел, что все пространство вокруг усеяно трупами. Они были повсюду, и, проплывая мимо лодки, натыкались на весла. Трупы были одеты как солдаты, матросы и наемники, с которыми я повстречался на острове Друидов. Грести становилось практически невозможно. Но тут раздался глухой удар, и лодка резко остановилась. Впереди виднелись торчащие из воды черные рифы, и я напоролся на один из них. Взглянув вниз на дно, я увидел, как из пробитой трещины пробивается вода. Нужно было покидать лодку. Я выбрался и начал пробираться по торчащим из воды камням. Преодолев небольшое расстояние, я увидел, что туман немного рассеялся, и передо мной появился каменный берег. Сверху не переставало что-то мелькать, и казалось, что оно снижается для атаки и хочет меня схватить. Пройдя еще немного, я наткнулся на стену деревянного дома, обойдя который, я заметил приоткрытое окно и дверь. Вокруг никого и ничего не было видно из-за тумана. Вдруг откуда-то послышался собачий лай. Подойдя к двери, я заглянул в дом. Пока я всматривался в темноту, сверху вновь что-то мелькнуло, и раздался голос Марии быстро в дом. Обернувшись, я увидел в тумане ее силуэт. Послушав ее советом, я забежал внутрь, и перед моими глазами вновь оказалась она. Картина, которая висела на стене комнаты, освещая ее светом своей золотой металлической рамы. Где-то поблизости, снаружи, в воздухе, мелькал враг, и Мария была там. Я решил, что надо как-то защитить нас, и протянул руки к изображенному на картине оружию, но увидел, что они как будто высохли и разложились. Сквозь мертвую ткань проглядывали кости. Меня окутал ужас. Захотелось закричать, но почему-то не получалось. В страхе дотронувшись до рта, я понял, что он тоже омертвел. Через мгновение я вздрогнул в кровати, и сквозь сонное состояние начал приходить в себя, но все тело оставалось тяжелым, а сознание мутным. Вероятно, из-за пилюли, которую дал доктор. Я вновь попытался заснуть, убедившись с облегчением, что все это было не наяву, и мне ничего не угрожало. Последние впечатления, которые промелькнули в голове, превратились в желание убедить Марию помочь мне в поисках картины. Но, будучи не в состоянии развить эту мысль, я вновь провалился в глубины сна. Медленно открыв глаза, я увидел бледно-серый силуэт собаки возле моего лица, которая сидела перед кроватью с открытой пастью и, высунув язык, громко дышала. От неожиданности я вздрогнул и отпрянул от собаки. Та сперва залаяла, виляя хвостом, а потом почему-то завыла. «Арагона, ко мне!» — послышался голос Марии, которая вышла из своей спальни в белорозовом шелковом халате. «Оу, ты проснулся!» «Доброе утро!» «Надеюсь, она тебя не разбудила?» И она взглянула на свою собаку, которая подбежала к ней и теперь резво крутилась возле ее ног. «Кажется, нет!» — протирая глаза, ответил я. «Ты всю ночь бредил и говорил о какой-то картине?» — продолжила Мария, стоя неподалеку от двери в свою спальню. «Мне стало немного не по себе. Доктор дал мне что-то черное, отчего у меня все помутилось в голове. А, камни жизни! Это наркотик на основе опиума, сока цитрусовых и золота. Очень мощная вещь!» — поделилась она. «Откуда тебе известно об этом?» — поинтересовался я. «Я принимала их, когда попадала в передряги, и меня начинали лечить. Не злоупотребляй ими, а то захочешь специально ломать себе кости, чтобы только доктор дал их тебе. Хотя в твоем состоянии они тебе действительно нужны». И она взглянула на мое плечо. «У меня сегодня много дел, так что до вечера я буду отсутствовать. Доктор придет днем и ненадолго составит тебе компанию. А потом мы решим, что с тобой делать». Сказав это, она еще раз взглянула на меня, а потом направилась вместе со своей собакой по направлению к двери. Отчего-то мне безумно захотелось пойти за мной, хотя где-то внутри я знал, что к хорошему это не приведет. Проводив Марию взглядом, я остался лежать на кушетке в огромном светлом зале. Обстановка его выглядела довольно дорого. И ухоженно. На одной из стен располагалось четыре больших окна со шторами. Мебели здесь было мало. На полу лежал качественный красивый паркет. На потолке висела огромная хрустальная люстра, которая в темное время суток, должно быть, без труда справлялась с задачей освещения зала. Судя по всему, я и вправду находился в замке. Вплоть до полудня я лежал на кушетке и время от времени дремал. Рука уже немного начала проходить, но боль до конца не отпускала. Днем пришел доктор, как и обещала Мария. Осмотрев рану и взглянув на мои муки, он снова дал мне один камень жизни. Приняв пилюлю, я на какое-то время опять выпал из реальности. Ни о чем, кроме головокружения и странных черных силуэтов, которые постоянно появлялись в комнате, я думать не мог. Тошноты в этот раз не было. Зато мне все время мерещился объект моих поисков. Картина с затонувшего корабля появлялась на стенах, и мне казалось, что я поднимаюсь и подхожу к ней. Но как только я приближался, она исчезала. А затем и я вновь оказывался на кушетке, в очередной раз открывая глаза. Спустя какое-то время действие лекарства прекратилось, и, очнувшись от бреда, я услышал запах еды. Она стояла на тумбе рядом с моей кушеткой. Хорошо прожаренный кусок мяса на тарелке, рядом яйцо в смятку на подставке и свежий хлеб. Все это лежало на серебряном подносе. К трапезе также прилагались серебряные приборы. Давно я не ел с такой роскошью. Через какое-то время после того, как я закончил трапезу, пришла молодая служанка и, скромно улыбнувшись мне, убрала поднос, поставив взамен стакан молока. Снова оставшись один, я начал скучать. И тут увидел несколько книг, которые стояли на тумбе, в противоположном от меня конце зала. С трудом поднявшись, я подошел к книгам. Выбор был невелик. Сборник французских стихов, кажется, немецкая философия и, наконец, какой-то роман на понятном мне языке про пирата и девушку, которая путешествовала вместе с ним по морям. Но я успел прочесть лишь одну главу. Под вечер несколько человек, включая доктора Лолоне, внесли в помещение Марию и через весь зал доставили ее в спальню. Я успел заметить, что она была вся в крови. Жуткий испуг и волнение охватили меня. Я не мог понять, что происходит, но решил, что в ее покое пока лучше не соваться. Из-за двери послышался крик. Судя по голосу, у Марии была истерика. Через мгновение сквозь слезы и плач послышалась ее брань. «Я не могу дать вам их!» разобрал я взволнованный голос Лолоне. Очевидно, будучи в гневе, Мария выгнала всех присутствующих. Они вышли из спальни и направились к выходу. Все, кроме доктора, который на секунду задержался возле двери, а потом, задумчиво и обреченно вздохнув, тоже удалился. Не зная, что делать, я в раздумьях сидел на кушетке, как вдруг из спальни послышался тихий голос Марии. Она со стоном повторяла мое имя, и меня это несколько напугало. Зайдя в спальню, я увидел, что красавица лежит в одежде, на белых простынях, уже запачканных кровью. Ее губа была разбита, на лбу горела ссадина, а руки были в крови. «Что случилось?» спросил я. «Неважно. Подай мне из шкафа плащ». Не понимая, в чем дело, и для чего ей понадобился плащ, я подошел к шкафу. «Первая дверь», подсказала Мария. Открыв шкаф, я увидел черный недлинный плащ, достал его и повернулся к Марии. Она, согнувшись, пыталась достать из кармана ключ. С трудом ей это удалось, и она бросила ключ на кровать. «Возьми, открой комод. Мне нужно занять у тебя немного жемчуга». Я открыл дверцу комода, в котором лежали мои вещи, зачерпнул из сумки горсть жемчуга и протянул ей. «Этого достаточно», сказала Мария, надевая плащ и параллельно вытирая кровь с рук и губы. «Одевайся. Ты идешь со мной». Я немного удивился. Для чего это я вдруг ей понадобился? И куда она собралась в таком состоянии? Промелькнула даже мысль остановить Марию. Но она была настолько решительна, что, казалось, знает, что делает. Подойдя к комоду, я заглянул в сумку и посмотрел на кристалл, который больше не источал свечение, но все равно приковывал к себе взгляд. «Леонард!» окрикнула меня Мария. Услышав свое имя из ее уст, я чертовски захотел услышать его снова. «Возьми из шкафа куртку, мы на всю ночь». Натянув бриджи, свою белую грязную рубашку и куртку, а также надев сапоги, я был готов следовать за ней. Черт побери! Я бы пошел за ней куда угодно. Мы вышли из спальни, и мне стало интересно, куда она собиралась пойти в моем сопровождении. Я спросил Марию об этом. Она лишь небрежно бросила через плечо «увидишь». Пройдя через весь зал и подойдя к двери, Мария замедлила ход и остановилась. «Не шуми!» Приоткрыв дверь, тихо, но требовательно, сказала она, выглянув в коридор. «Пойдем через черный ход. Не хочу, чтобы здесь все снова переполошилось». Выйдя в достаточно длинный коридор, который освещался свечами в настенных канделябрах, мы повернули направо и пошли по нему. Когда мы подошли к винтовой лестнице, которая никак не освещалась, Мария сняла одну из свечей и, подняв ее над собой, начала делать первые шаги по ступеням. «Аккуратнее! Не упади!» предупредила она. «Надо же, какая заботливость!» Спустившись по лестнице, мы прошли первый этаж и попали в подвальное помещение. Вокруг было довольно сыро, и я заметил в углу пару крыс, которые медленно возились, изучая пространство. «Нам сюда!» И Мария толкнула дверь неподалеку от лестницы. За дверью был длинный узкий коридор, который напоминал каменный туннель. Света от свечи было недостаточно, чтобы осветить его полностью. Сделав по нему около 10-15 шагов, Мария уперлась в дверь. Она толкнула ее и остановилась. «Помоги ко мне!» попросила она о помощи. Подойдя сзади, я уперся здоровой рукой в дверь, и она еще немного шевельнулась. Я навалился изо всех сил, которые у меня оставались, и дверь потихоньку начала открываться. Сверху зашуршали и посыпались листья, а снизу остался небольшой развод на земле. Давно здесь никого не было, она практически вросла в землю, заметил я. Мария первой пробралась сквозь ветки и заросли и подождала, пока я тоже преодолею зеленую преграду. Снаружи сумерки начинали сгущаться. В чистом небе виднелось зарево от недавно зашедшего солнца. «Ты знаешь, я чаще пользуюсь главным выходом, как нормальный человек, а этот выход припасен на редкие случаи». С запозданием ответила Мария, обернувшись ко мне, и попятилась спиной вперед по небольшой тропинке, которая вела от выхода. «Сейчас главные ворота закрыты, и мы проберемся через оранжерею. Вот там я часто бываю». Выслушав Марию, я просто пошел за ней. Отойдя немного от стены, я взглянул назад, чтобы сориентироваться в пространстве. Мои догадки подтвердились. Это был замок, огромная стена которого была практически неприступна. Обогнув замок по каменной дорожке, мы подошли к небольшим воротам, за которыми находилась цветочная оранжерея. Металлические ворота оказались слегка приоткрыты, и аккуратно, пройдя сквозь них боком, мы оказались внутри. Вокруг нас возвышалось несколько колонн, обросших в юном, и в изобилии росли розовые кусты. «Люблю это место, здесь красиво и повсюду прекрасный аромат», поделилась Мария, мимоходом разглядывая цветы. Пройдя еще немного по оранжереи, мы уперлись в каменную стену, тоже наполовину окутанную растениями. Повернув налево и пройдя вдоль той стены, мы дошли до плотных кустов, перед которыми Мария остановилась и слегка наклонилась, вглядываясь в темноту. Протянув в глубину кустов она что-то дернула и с небольшим шумом вынула оттуда сколоченные вместе доски. Лаз открыт, и Мария положила доски на землю. Среди кустов оказалась заросшая брешь в каменной стене, и моя спутница нырнула в небольшой проход между плотно растущих кустов. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней в темноту. Вскоре мы оказались снаружи. Вокруг стоял лес, который начинался прямо возле высокой каменной стены, которая огораживала замок. Когда я пролезал сквозь лаз, то неаккуратно задел плечом и сбил невысокие заросли, которые его загораживали, и Мария попросила поправить их. Я повернулся и, наклонившись, протянул руки к кустам, но вдруг услышал, что сквозь расщелину пробирался еще кто-то. Этим кем-то оказалась собака Марии. Она резко выскочила из расщелины и, увидев меня, негромко гавкнула, а потом подбежала к своей хозяйке. «Арагона, девочка моя, как же ты без меня, и чего тебе на одном месте не сидится?» говорила она собаке, которая от радости чуть не лаяла от восторга, рискуя привлечь к нашей троице ненужное внимание. «Куда дальше?» обратился я к Марии. «Идем за мной», она погладила собаку и начала продвигаться сквозь деревья. Буквально через несколько десятков шагов, мы вышли на большую дорогу посреди леса, которую было хорошо видно из-за светлых сумерек. Сзади остались грозные ворота замка. «Ну, мы с тобой парочка», окинув меня взглядом, сказала Мария. «Действительно, вид у нас был не очень. Раненые, в крови, непонятно во что одеты. Может, одежда была и дорогая, но смотрелась она на нас просто ужасно. Лучше всех выглядел собака, которая беззаботно бежала по дороге и, благодаря плотной и густой шести, чувствовала себя в полуночной прохладе достаточно хорошо по сравнению с жаркими днями. «Надеюсь, нас пустят в таверну в таком виде и с собакой», вглядываясь в пустоту, пробормотала Мария. «В таверну?» «Мы идем в таверну?» переспросил я. «Да, в городе неподалеку есть несколько заведений, нам нужно одно из них, и оно не совсем легально. И долго нам до него добираться?» Продолжал интересоваться я. «Нет. Вон там город и морской причал, и Мария указала на несколько огней, мелькающих за деревьями. Здесь не очень далеко, но дорога жутковата, особенно в темное время суток. Поэтому я взяла тебя с собой, да и в баре мне не будет одиноко. Может, ко мне не будут приставать пьяные моряки?» Про себя я лишь пожал плечами. Хотя на роль секьюрити в данный момент не очень-то годился. С больной рукой мне самому сейчас не помешала бы охрана. Дальше мы шли в тишине. Мария была немного угрюма. Возможно, из-за раны, или бог знает отчего еще. Вскоре мы подошли к небольшому каменному мосту через неглубокую речку, за которым начинался город. Он оказался не очень большим и состоял еще каких-то построек. Миновав его, мы вышли на окраину, где стояла таверна «Хромой конь». Мы пришли. Это то место, о котором я говорила. Пойдем через черный ход. Я знаю, хозяина нас должны впустить. В этот момент из главного входа вышел посетитель. Он был невменяемо пьян, и своей шатающейся походкой действительно напоминал «Хромого коня». Так что название таверны явно себя оправдывало. Обойдя здание, мы попали к черному ходу. Там стоял человек с кудрявой бородой и большим животом. Он задумчиво курил небольшую трубку, оперевшись локтем на дверной косяк. Как только мы вышли из темноты, он прямо-таки расцвел. «Мария!» восторженно прокричал он хриплым голосом, протянув руки для объятий. «Давно кто с тобой?» скривившись, спросил он, когда мы вышли на свет. «Скверно выглядишь». «Спасибо». «Знаю, я ужасно», самокритично ответила ему моя спутница. «Но все равно рад тебя видеть. Входи». «Я с собакой», предупредила она. «Мария, ты знаешь, как я не люблю собак, но для тебя сделаю исключение». «А это кто?» кивнула на мою сторону. «Он со мной». «Ладно, входите оба». Он пропустил Марию вперед. Собака пронеслась в дверь прямо за ней, а бородач пробурчал себе под нос мерзкая шавка. Мы прошли внутрь, и он усадил нас за один из столов в небольшом закутке, неподалеку от барной стойки. Заведение было скверным. Всюду летали мухи, отовсюду несло ромом и еще тем лекарством, которое давал мне доктор. Посетители были вялые и напоминали икающих трупов. Часть из них небрежно свисала со стульев и лежала на столах. «Что вам принести?» спросил человек с бородой. «У меня все болит. Принеси нам что-нибудь особенное. Но начнем мы с Рома», ответила Мария. «Хорошо, у меня есть одно забористое средство. Чем будете платить?» «Леонард», Мария выжидающе посмотрела на меня. Я влез в карман и достал оттуда горсть жемчуга. «Откуда ты, парень?» Удивленно взглянув на меня, бородатый взял несколько жемчужин и увлеченно разглядывал их. Буркнув себе что-то под нос, он ушел. «Это владелец заведения», сказала Мария, сидя напротив меня. «Мы с ним как-то плавали вместе за сокровищами». На них он приобрел это заведение и начал промышлять незаконным способом. «А что ты сделала со своей долей?» поинтересовался я. «Неважно», отмахнулась девушка от вопроса. «А в принципе я уже и не помню», скромно улыбнувшись, продолжила она. Ее собака пролезла под столом и, запрыгнув на лавку, села рядом со мной. «Ты ей понравился. Обычно она нейтрально относится к людям». «Что это за порода?» спросил я, рассматривая огромные клыки животного и ее ухоженную и чистую шерсть. «Без понятия», задумчиво ответила Мария, глядя на своего питомца. «Я подобрала ее щенком. Один шаман сказал, что это помесь собаки и волка. Этот зверь нарушил природный баланс и лишь редким людям сможет принести удачу». В ее голосе мне послышалось какое-то безразличие. Наверное, Марии было сейчас не до собак. «Возьмите! Все для моих гостей!» Хозяин заведения поставил перед нами две кружки рома и вновь удалился. Мария схватила свою порцию и жадно начала пить. Опустошив кружку примерно наполовину, она поставила ее на стол и совсем не по-женски утерла рот. «Так кто же ты?» глядя в стол спросила Мария, а затем взглянула на меня уже немного заблестевшими глазами, как будто пытаясь просверлить меня взглядом. «Для наемника ты слишком молод, да и вообще видно, что ты не из их стаи. Много темнишь!» Очевидно, Мария хотела вывести меня на чистую воду. Некогда военнослужащий Королевского флота и до недавнего времени капитан пиратского корабля. Он затонул, а теперь я обычный путешественник, который движется к мистической и призрачной цели. Я постарался донести самую суть. Мне хотелось быть честным с этой женщиной. Мария отхлебнула еще и, резко поставив кружку на стол, залилась резким и коротким хохотом. «Ты думаешь, я в это поверю?» «Капитан!» Она с ухмылкой покачала головой. «И как долго ты ходил под пиратским флагом?» «Пять лет. А как еще ты объяснишь наличие дорогих вещей в моей сумке?» «Таблички с названием погибшего корабля?» «Не знаю. Может, это и правда?» «Зачем тебе кристалл?» Я направлялся к волшебнице в Порт Дестине. Я поведал о картине в надежде заинтересовать ее своей историей, но Марию это не особо впечатлило. Судя по всему, она участвовала в морских боях не меньше моего. Мне стало любопытно узнать о судьбе капитана и друида. Я решил спросить о них у Марии и начал издалека. Когда я еще был на борту корабля, то слышал, как твоя мать распорядилась насчет пленников. Ты не знаешь, что с ними стало? Друид сбежал, ухитрившись прихватить с собой капитана судна, а команда поделилась на две части, одна из которой служит теперь на корабле у моей матери, а другая продана в рабство, поведала Мария. Где-то внутри я порадовался за друида, который спас мне жизнь и остался жив сам. А что случилось с тобой этим вечером? Почему ты вернулась в таком состоянии? Любопытство съедало меня изнутри. Интересно, ухмыльнувшись, переспросила Мария. Я упала с лошади, хотя для меня это редкость, поскольку я прекрасная наездница и очень люблю лошадей. Когда-то я была в рядах амазонок, но мне пришлось удирать от очень опасных людей по лесу, и я случайно задела дерево. Мария удивила меня. Я переспросил восторженно, ты была амазонкой? Да, три года. А амазонки это те воинственные женщины, которые не любят мужчин? ничего подобного, возразила Мария. В племени, в котором я жила, были мужчины, и было даже много семей. Мужчины у них за место женщин, вмешался в разговор хозяин заведения, и нужны они им были только для одного. Продолжив, рассмеялся он, стоя у нашего стола и держа в руках два ковша. Чаще всего и для одной, дерзко ответила ему Мария. Ты принес нам что-нибудь? О, да! Ехидно улыбаясь, он поставил ковши на стол. В ковшах оказалась обычная вода. Это средство, от которого вы забудете обо всем на свете, о боли в первую очередь. Оно унесет вас в такие дали, из которых очень сложно вернуться даже бывалому следопыту. Говорил он, держа над столом кожаный лоскут, на котором лежало два небольших серых шарика. Что это? спросила Мария. И зачем вода? Состав секретен, и он может иссушить ваши тела, как колодец в пустыне. Продолжая улыбаться, ответил хозяин. М-м-м! Мария сделала вид, что заинтригована, и взяла один шарик. Я тоже протянул руку. Скоро увидимся, улыбаясь, сказал хозяин заведения, когда я бросил нечто себе в рот. Мария отхлебнула воды из ковша и сидела, немного откинув голову и закрыв глаза. Я какое-то время не чувствовал практически никаких изменений, кроме неприятного кислого привкуса. Мария слегка наклонилась и наблюдала за мной, опершись подбородком на ладонь. Перед глазами внезапно все поплыло, в желудке что-то забурчало. Я пытался сделать вдох, но внутри все как будто сжалось, хотелось закашлять. Я испытывал смешанные ощущения от приятных до пугающих. Казалось, что я залпом выпил десять кружек рома. На какое-то мгновение меня окутал страх и захотелось, чтобы то, что я принял, вышло обратно. Но оно крепко держало меня в своих объятиях и растапливало мой разум. Я потерял ощущение реальности и выпал из временного потока, практически забыв, где нахожусь. Перед глазами всплывали различные пейзажи и образы. Последнее, что я помню, картину перед глазами и голос волшебницы Дастини. Ты можешь потерять ее, Леонард. Меня вернула к реальности ледяная вода. Окутав все тело, она пробудила меня ото сна. От неожиданности я даже немного испугался. Я оторвал лицо от стола. Вода стекала по нему, затрудняя дыхание и попадая в глаза. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы сориентироваться и привыкнуть к ледяной прохладе. Увидев хозяина заведения с пустым ведром, я вспомнил, где нахожусь. Поднимайся, сказал бородатый. Мария уже ушла. Сказать мне ему было нечего, да и ничего не хотелось говорить. В голове роились различные мысли и почему-то очень хотелось спать, хотя спать в таком месте было бы наверное ошибкой. Я решил, что пора идти. Но тело слушалось меня не очень хорошо, слишком онемело. В целом самочувствие было сносным. Я даже ухитрился забыть про раненое плечо до тех пор, пока не увидел бинты. Не успев окончательно прийти в себя и решить, что мне делать дальше, я вновь услышал голос хозяина таверны. Мария вернулась, она ждет тебя снаружи, сообщил он, протирая какой-то стакан. Меня почему-то охватила радость, что она все-таки где-то рядом, и я сделал попытку встать, чтобы направиться к выходу. Меня немного пошатнуло, силы, казалось, покинули меня, но вскоре как будто вернулись в двойном размере. Я вышел на улицу и зажмурился от яркого дневного света. Я почувствовал дым табака, который доносится откуда-то сбоку, повернул голову и увидел Марию, которая, облокотившись на стену таверны, стояла и курила трубку. Что все это было? Многозначительно спросил я. Мария слегка повернулась ко мне и, проигнорировав мой вопрос, сказала, ты снова бредил картиной. Она действительно так важна для тебя? Я не могу больше ни о чем думать. В моем голосе сквозило отчаяние. Ты ее хоть видел? Ну, на самом деле, задала она мне еще один вопрос и отпила из ковша, стоявшего рядом на лавке. Я не успел снять ее со стены и теперь она засела у меня в голове. горько проговорил я. Хорошо, я помогу тебе в ее поисках, но сначала ты поможешь мне, вздохнув, сказала Мария. Идем в замок. Арагона! Собака выскочила из тени. Оказывается, все это время она была здесь. Как я мог ее сразу не заметить? Идя обратно той же дорогой, которой мы пришли в таверну, я думал о минувшей ночи и о том странном препарате, который мне предложил хозяин заведения. Смешанное чувство не покидало меня. Тяжесть мыслей и странное состояние организма пугали. Но несколько необычных и местами даже приятных моментов вызывали желание попробовать это средство снова. По пути Мария рассказала мне о поющих садах, которые находятся где-то неподалеку от замка. В этих садах находился ручей. «Живительный ручей», уточнила Мария. Она хотела проникнуть к нему и набрать оттуда воды, которая обладала какими-то целебными свойствами. Но в этих садах обитала охрана, и Мария не хотела идти туда в одиночку. Мне нечего было делать. Пришлось согласиться. Мы подошли к главным воротам замка, которые были открыты. Арагона все это время крутилась возле ног. Войдя на территорию, я заметил старую сломанную карету, стоявшую сбоку на газоне. Вся она была покрыта старыми листьями и уже начинала обрастать кустами. Мое наблюдение за каретой прервал голос человека, стоящего у парадного входа. «Мария! Вы снова пропали!» Его голос звучал тревожно, но в нем слышалось самообладание. «Это наш дворецкий кар», указав на него рукой, сказала Мария. «Мать вернулась?» спросила она у дворецкого, когда мы приблизились. «Еще нет», ответил тот. Как только мы попали в главный зал, я восхитился роскошью обстановки, но не успел рассмотреть все детали, поскольку Мария позвала меня. «Идем со мной!» мы подошли к лестнице, которая вела наверх. Мария явно торопясь провела меня по ступеням. Поднявшись на второй этаж и пройдя по коридору, мы подошли к уже знакомой двери и попали в зал, в котором я совсем недавно приходил в себя. Мария зашла в свою спальню, чтобы собрать какие-то вещи. Через некоторое время она вышла, отдав собаке команду сидеть на месте. Похоже, все я не ожидал, что нам придется выдвигаться так скоро. Я был ранен, но совершенно не замечал этого из-за легкого онемения, вызванного тем странным препаратом. В принципе, я тоже был готов идти. Спустимся в подвал. Там есть оружие, оно может нам пригодиться. Выйдя из зала, мы прошли по коридору, на стенах которого висели портреты людей, очевидно, пиратов. В конце коридора была еще одна лестница, а посередине между лестничными пролетами виднелись стеклянные витражи, сквозь которые пробивал дневной свет. Спустившись, мы попали на первый этаж, потом в подвал. Было заметно, что он вдвое, а то и втрое, больше того, через который мы накануне уходили из замка. В подвале было много колонн и хлама, который иногда валялся прямо под ногами. Пройдя мимо пустых винных бочек со сбитыми затычками, мы попали в небольшой закуток, в котором хранилось оружие, порох и даже небольшая пушка. Откуда здесь столько оружия? С небольшим удивлением спросил я. Это не все оружие. Есть еще. Ты находишься в особняке пиратов или ты этого еще не понял? с легким раздражением и одновременно с усмешкой ответила Мария. С одной из полок она взяла два огромных пистолета и теперь с восторгом рассматривала их. Я решил осадить ее пыл. Ты сказала, что мы залезаем в сады тайком, а это означает, что мы должны быть налегке. Ты прав, сказала она и положила огромные пистолеты обратно. Взяв с полки небольшой нож, Мария поставила ногу на край полки, немного спустила сапог и приподняла штанину бриджей, чтобы спрятать холодное оружие. Отвлечься от этого процесса я не мог и, замерев, благоговейно наблюдал за ней. Что? Интересно. Ухмыльнувшись, Мария вывела меня из ступора. Тебе тоже нужно взять что-то. Мы отправляемся в опасное место. Я осмотрел полку и взял небольшой нож, по размерам как тот, который Мария спрятала себе в сапог. Мой взгляд упал также на два маленьких пистолета. Я прихватил и их на всякий случай. Готов? спросила девушка, но я абсолютно не знал, к чему мне нужно было готовиться и с чем предстоит столкнуться, поэтому просто кивнул головой. Мы вышли из замка через очередную потайную дверь и, пройдя по территории, направились к главным воротам. Дворецкий, заметив нас, спросил у Марии, когда она вернется, но та лишь махнула рукой, дав понять, что не намерена давать конкретные ответы. Скоро, небрежно бросила девушка. От главной дороги, ведущей из замка вглубь леса, уходила неширокая тропа. В прошлый раз я не разглядел ее из-за темноты. Мы свернули на тропу и стали пробираться по густой чаще. Вскоре дорога начала зарастать. Сверху, словно зеленый потолок, нависали ветви густов, через которые едва проникал дневной свет. Нам попадалось много упавших деревьев, затруднявших движение. Внезапно мы наткнулись на огромную каменную заросшую стену примерно с двух или трехэтажный дом высотой. Я раскрыл рот от удивления. На серой каменной стене были выгравированы рисунки каких-то богов и странных животных, напоминавших пантер, только с крыльями и клювом на мордах. А это и есть охранники, сказала Мария, проследив за моим взглядом. Отлично, подумал я про себя, а вслух решил уточнить, но почему эти сады названы поющими? Скоро узнаешь. Мы подошли вплотную к стене и начали забираться по ней наверх, цепляясь за растения и ветки, произрастающие из щелей. схватившись за очередной выступ, я протянул руку к небольшой ветке и начал подтягиваться, но под тяжестью моего тела она не выдержала. Сорвавшись, я приземлился на небольшой выступ. Раненое плечо тут же дало о себе знать. Все в порядке? Негромко поинтересовалась Мария. Услышав лай, она посмотрела вниз. Арагона! глухо выкрикнула она и выргалась отборной бранью. Как ты выбралась из замка? Арагона кружилась возле стены, задрав морду наверх и пытаясь найти лаз, подкапывая землю передними лапами. Мария полезла дальше. Должен заметить, выходило это у нее очень ловко и шустро. Поэтому я решил не отставать и продолжил возвышение. Приложив некоторое количество усилий, я забрался на еще один небольшой выступ. На следующем меня ждала моя спутница. Протянув руку, она помогла мне забраться выше. Возле выступа был небольшой проход, напоминающий пещеру, заросшую какими-то кустами. Разбросав их, мы открыли путь и проползли по нему несколько метров, пока не выглянули с обратной стороны стены. Погода заметно ухудшилась. Сверху все заволокло темно-синей пеленой, и над самым центром садов возвышалось огромное грозовое облако. «Нужно двигаться вдоль стены до ближайшей опорной башни», скомандовала Мария, и мы побежали по небольшой деревянной площадке, которая была расположена чуть ниже вершины стены. Бежать оказалось не так далеко. Башня была выложена из прочного, потемневшего за долгие годы камня. Добравшись до нее, я заглянул в одно из окон. Внутри все было завалено камнями и брусьями от перекрытий потолков. Я также разглядел Арагону, которая нашла себе лаз и пробиралась к нам. Внутри имелась полуобвалившаяся каменная лестница, по которой мы спустились вниз. Стоя на куче обломков, Мария нашла деревянную дверь и мощным ударом ноги вышибла ее, тем самым открыв нам проход и испугав Арагону, встрепенувшуюся от неожиданности. Выйдя наружу, мы попали на старую заросшую каменную дорожку. Вокруг был заброшенный сад, за которым, очевидно, никто не ухаживал уже много лет. Обрушенные изгороди, символизирующие границы клумб, были едва заметны из-за неаккуратно разросшихся растений. Деревья и кустарники скрывали небо и обзор вокруг. От такого изобилия я окончательно потерялся на местности и был полностью потерян. «Идем, я знаю, куда нам нужно», потянула меня за руку Мария. И мы вместе с ее преданным питомцем, пытавшимся взять какой-то след, двинулись вперед. нас окружали благородные растения в перемешку с сорняками, а также множество различных парников и теплиц, разрушенные временем. Местами я даже находил знакомые мне фрукты и овощи, но не рисковал их пробовать. Наконец мы добрались до какого-то каменного строения, напоминавшего храм. Оценив обстановку из укрытия неподалеку от входа, я отметил два огромных парника, которые вдвое превышали каменное строение. Вокруг все было тихо. Нам нужно пройти через главный ход этого здания и попасть на противоположную сторону. Там ты заберешься на вершину одной из теплиц и будешь отстреливать грифов, если они будут нападать на меня. Посвятило меня в план Мария. Ты хорошо стреляешь? Нормально, немного растерявшись ответил я. Отлично, идем. Осторожно, подойдя к большой деревянной двери, мы приоткрыли одну створку и Арагона сразу же ринулась в щель. Мария не успела удержать ее и резко вбежала внутрь. Когда я заскочил туда следом, то увидел слегка пригнувшуюся Марию, за которой стояла Арагона, свирепа на кого-то рыча. Вдалеке, прямо напротив собаки, светились два чьих-то глаза. Мария протянула руку к сапогу, в котором у нее был кинжал, и медленно начала обходить пару зверей, которые не сводили глаз друг с друга. Я услышал лишь, что кто-то шелохнулся, чиркнув когтями по полу, и все трое набросились друг на друга. Раздался скулеж, и короткая возня прекратилась. Я подбежал ближе с пистолетом в руках. Мария стояла на полу на одном колене и выдергивала нож из какого-то черного зверя, напоминавшего небольшую дикую собаку, или волка с огромными клыками. Не меняя положение, она огляделась вокруг, задержав взгляд на Арагоне. Та тоже молчала. «Здесь больше никого нет», сказала моя спутница, и, поднявшись, бесшумно подошла к противоположному выходу, держа кинжал наготове. «Пистолетом пользоваться рано, ты привлечешь внимание», сказала она, заметив его у меня в руках. Я спрятал пистолет и достал нож. «Тебе понадобится больше оружия, чтобы прикрыть меня», и Мария протянула мне короткий, многозарядный мушкет, который она нашла в оружейной замке. Дверь была сорвана с петель, сквозь щели хорошо просматривалось пространство за ней. Две огромные теплицы тянулись на достаточно большое расстояние параллельно друг к другу, а между ними шла заброшенная прогулочная оранжерея, состоящая из сбитых клумб и заросших статуй. В одной из теплиц, которая находилась справа от меня, я заметил лестницу. Поглядевшись по сторонам, я пробежал в открытую дверь теплицы и сквозь заросли пробрался к лестнице. Она была деревянной. Ее ступени местами сгнили, и я, аккуратно распределяя нагрузку, полез вверх. От такой нагрузки моя рука вновь начала ныть. Я держал ею свой мушкет и старался практически не шевелить плечом, но подниматься предстояло еще достаточно долго. Нужно было постараться не уронить оружие. Наконец я забрался на крышу теплицы и, встав на деревянную площадку, взглянул вниз. Высота была достаточно большой и напоминала вершину грот мачты. Падать отсюда было крайне нежелательно. Меня могло придавить тонной стекла. Я надеялся, что сгнившие деревянные перекрытия теплицы выдержат мой вес. Внизу, в начале аллеи, стояла Мария, а с противоположной стороны находился фонтан, который, к моему удивлению, работал. Тем временем Мария начала медленно и аккуратно продвигаться в его сторону. Внезапно я услышал странные звуки, отдаленно напоминающие пение птиц, но гораздо более мощные. Они постепенно приближались. Подняв голову, я увидел тех самых грифонов, которые были изображены на стенах садов. Они напоминали коричневых пантер с большими крыльями, покрытыми перьями. Некоторые из них кружились неподалеку от меня в небе. Через несколько секунд их пение сменилось на крик. Один из грифонов приземлился прямо перед Марией. Прицелившись, я выстрелил прямо в полуптицу полузверя. Грифон, вздрогнув, попытался взлететь, но в итоге просто поковылял вдоль клубов. Внезапно стекла возле меня задрожали, и я увидел еще одного грифона, который начинал приземляться. Он сел прямо на крышу теплицы. Деревянные перекрытия не выдержали и обломились, увлекая за собой грифона вместе с деревянными досками и стеклом и разрезая его тело. Оглядевшись, я заметил, что все вокруг начало трещать и рушиться. Пора было убираться отсюда. Но слезть вниз я не мог. Это было все равно, что спуститься в стеклянный гроб. Мне ничего не оставалось, как побежать по деревянной площадке, расположенной на крыше теплицы. От каждого моего шага все вокруг звенело, а сзади меня рушились перекрытия и слышался громкий звон колющегося стекла. Услышав этот шум, стражники садов устремились ко мне с целью атаковать, и вдруг я почувствовал, как меня кто-то схватил и поднял в воздух. Обернувшись, я увидел грифона, который обхватил мой торс когтистыми лапами и, широко размахивая крыльями, куда-то понес. я заметил среди деревьев небольшой пруд и решил, что другого шанса уйти живым может и не представиться. Вытащив один из маленьких пистолетов, я выстрелил в грифона. Он издал дикый птичий вопль, и мы начали падать вниз. В воде его лапы разжались, и я начал всплывать, но, выныривая, попался все титины и водоросли. Стражников больше не было слышно. Зато сбоку раздался дикый хохот Марии. «Видел бы ты себя», продолжая смеяться, сказала она. «Ты добыла чего хотела?» просил я, стягивая тину с головы. Вместо ответа Мария протянула руку, в которой держала маленький флакон с жидкостью. Рядом сидела, помахивая хвостом, верная Арагона. Глава седьмая «Опи пол хвостом, хотя все тело болело после падения. И, кажется, открылась рана, доставляющая мне значительное неудобство. Погода продолжала ухудшаться. Небо почернело, и над головой раздался гром. Заметно посвежело, и от того, что я был весь промокший, я чувствовал это всем телом. Вдалеке со звоном рушились остатки теплицы, а над головой раздавались протяжные крики грифонов. «Быстро под дерево!» тихо и резко прорычала Мария и дернула меня за руку. «Кажется, не заметил», с облегчением сказала она. Я мельком взглянул наверх и увидел силуэт стражника садов. Он низко пролетал над деревьями, негромко щебеча. «Теперь ты понял, почему сады названы поющими?» взглянув на меня, спросила Мария, стоявшая вплотную к моему плечу. «Да», негромко ответил я, хотя меня в данный момент больше интересовала эта девушка. Крутившаяся возле ног Арагона прилегла рядом и широко зевнула от нашего бездействия. Тут Мария видимо вновь проснулась Амазонка и она приглушенно выкрикнула собаке. «Чего разреглась? Идем!» Собака подскочила, а Мария легонько хлопнула меня по плечу в знак того, что пора выдвигаться. Мелкими перебежками мы перемещались от дерева к дереву, стараясь не попасться стражникам на глаза и вскоре наткнулись на разбитый временем старый кирпичный забор. В одном месте он был полностью разрушен. Пройдя по кирпичам, мы снова оказались неподалеку от теплицы фонтана. В конце прогулочной оранжереи возле нас стояло еще одно каменное строение, напоминающее храм. Из-за суматохи с грифонами я не заметил его прежде. Теперь у меня было время хорошенько рассмотреть белые колонны, обросшие вьюном, и наглухо заколоченные деревянные двери. Около каменных ступеней стояли две клумбы, напоминающие вазы, в которых росли странные растения. Повернув голову в сторону Марии, я увидел, как она бесшумно скидывает ветки с какой-то решетки, уводящей под землю. Аккуратно подойдя ближе, я обратил внимание на новенький черный замок. Достав из кармана ключ, и где она его взяла, Мария открыла замок и подняла решетку, после чего стала спускаться вниз. Арагона тоже последовала за хозяйкой, нелепо прыгая по ступеням. Пригнувшись к земле, я подбежал к проходу в подземелье и увидел металлическую лестницу, ведущую в темноту. «Закрой за собой решетку. Я не хочу оказаться загнанной в угол добычей», заявила Мария и зажгла факел, который был уже приготовлен тут кем-то заранее. Я вернулся и, аккуратно выглянув наружу, закрыл решетку. Она негромко лязгнула о затвор, и мне прямо в руку упал замок, висевший на пруке. Я положил его на лестницу и отправился вперед, ориентируясь на свет факела, который несла в руке моя компаньонка. Пройдя за ней по короткому коридору, мы попали в небольшой зал. «Здесь находятся механизмы, которые заставляют фонтан работать», оглядывая помещение пробормотала Мария. Всюду слышалось журчание воды, но разглядеть, как именно вода подается в фонтан, не получалось из-за слабого свечения факела. В конце зала, прямо в полу, находился небольшой бассейн, наполненный темной водой, в которую спускалась одна из труб. Я подошел к бассейну ближе и вгляделся в темноту. От воды шел странный селенистый запах. «Как? Как все это работает без надзора?» с недоумением спросил я, разводя руками и оглядывая все вокруг. Говорят, здесь живет смотритель фонтана, который со временем одичал и обезумел. Вероятно, это он держит все здесь в рабочем состоянии, ответила Мария, подойдя к небольшому столу, стоявшему в углу стены и роясь на полках. Поднеся факел к стоящей на столе свече, Мария подожгла ее и стала чуть светлее. «Здесь протекает тот живительный подземный ручей, о котором я говорила. Вода подается в фонтан, вероятно, благодаря ее чудодейственной силе смотритель еще жив. Нашла!» Открыв очередную полку, негромко воскликнула Мария. «Что там?» Машинально спросил я. «Очень важная вещь». И Мария достала из полки небольшой сверток коричневой ткани, в котором было что-то завернуто. «Для кого-то это дороже, чем тот кристалл». «Черт возьми, что же там?» Думал я про себя, стараясь не подавать виду, что предельно заинтересован. Вдруг Арагуна присела и зарычала, глядя в сторону выхода. И там что-то зашумело. «Ты закрыл решетку?» гневно взглянув на меня, спросила Мария. «Да, конечно, но не на замок», несколько растерявшись, ответил я. «Надеюсь, они не смогут открыть ее». «А кто там?» «Без малейшего понятия, Леонард». И она медленно стала подступать к выходу, обходя собаку. Решетка начала ляскать. Раздался крик Грифона. Вероятно, они учуяли нас даже из-под земли. «Дьявол! Что же делать?» Мы оказались загнаны в угол, чего как раз и боялась моя спутница. Со стороны входа послышалось шуршание перьев и тяжелый топот. Потом крики усилились. Это означало, что снаружи скопилось большое количество стражей, и теперь они пытались дружно пробиться к нам под землю. «Мы в ловушке!» сокрушенно констатировала Мария, видимо, не зная, что делать. «Здесь есть другие выходы». Я судорожно соображал, пытаясь найти решение нашей проблемы. «Не знаю, нужно искать», ответила Мария и сделала шаг, противоположный от выхода стене, подняв кверху факел, чтобы осветить пространство. Ничего не было видно, и мы пошли вдоль выбитой в камнях неровной стены. Внезапно пламя факела качнулось, сбитое сквозняком. Это был замаскированный под камни проход. Мария снова провела факелом возле стены, чтобы обнаружить, где точно была брешь, и мы увидели небольшой рычаг. Вглянув друг на друга, мы пожали плечами. Я протянул руку и дернул рычаг вниз. Из глубины стены раздался звук проехавшей по камням железяки, и снаружи выдвинулась небольшая секция камней. Схватившись за выступ одной рукой, я отодвинул каменную дверь, и мы вошли в проход, выложенный из камней. Здесь всюду было сыро, и торчали потухшие факелы. Мы двигались по туннелю в темноту, освещая перед собой путь, пока не наткнулись на металлическую решетчатую дверь. «Тупик!» подавленным голосом произнесла Мария. На мгновение надежда выбраться из ловушки погасла внутри и оборвалась, а расстройство и отчаяние чуть не захлестнули меня. Но тут я увидел задвижку. Что это? Я отодвинул ее, и дверь со скрипом открылась. Я улыбнулся Марии. Мне везет на всякого рода замки сегодня. Мы продолжили двигаться по коридору, и, пройдя еще два пролета, уперлись в стену, сбоку которой была деревянная дверь с металлическим кольцом вместо ручки. Наверное, нам туда, произнесла моя компаньонка и, сунув мне факел, начала тянуть за кольцом. Дверь с хрустом шелохнулась. От сырости дерево напиталось влагой и разбухло. Мария дернула ее сильней, взявшись за кольцо двумя руками. Дверь тяжело подалась, проход был свободен. Мы снова оказались в коридоре, но на этот раз в его конце сквозь щели пробивались лучи света. Это был выход. Подойдя ближе, мы увидели дверь с довольно сложной системой засовов. Стоило дернуть за один из них, как тут же запирался другой. Основательно поломав головы, мы, наконец, разгадали загадку и дернули затворы в нужном порядке. Очередная преграда была преодолена, и мы оказались наружу. Дверь сзади нас захлопнулась, напугав Арагону. Потребовалось время, чтобы привыкнуть к дневному свету после подвального полумрака, но вскоре мы двинулись дальше. Впереди лежал раздвижной мост над небольшим обрывом, а рядом с ним имелся подъемный механизм, состоящий из шестерней и лебедок. Учитывая мое ранение, было бы довольно проблематично крутить его обеими руками. Но все оказалось проще, чем я ожидал. Мне хватило одной руки, чтобы опустить мост, и сбоку поднялся небольшой каменный столб, который служил ему противовесом. Пройдя по мосту, Мария взяла короткую палку и метнула стопорящий рычаг, удерживающий противовес в подвешенном состоянии. мост резко поднялся, а от упавшего на землю столба раздался грохот и столбом встала пыль. Это был рискованный шаг. На шум могли прилететь стражи или еще кто похуже, и поэтому мы поспешили убраться оттуда. Дорога, через которую пролегал наш дальнейший путь, полностью заросла кустами и деревьями, сквозь траву с трудом проглядывалась тропинка и вела она туда, где, как я понял, Мария раньше не бывала. Выпрямиться в полный рост было невозможно из-за нависших сверху веток кустарников, и мы на полусогнутых двигались по этому зеленому туннелю в надежде, что он приведет нас к выходу. И надеялись мы не напрасно. Впереди показалась опушка. Мария сразу вспомнила ее и сориентировалась. Вскоре вдалеке послышался шум моря. Похоже, там находился порт. Мы уловили крики прибрежных птиц и характерные для порта звуки оживленной людской суеты.